Турция приступила сегодня к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов республики. В торжественной церемонии принял участие турецкий президент Эрдоган. Открытие этого участка, открытие этого трубопровода он назвал историческим событием. И по мнению Эрдогана уже в первом квартале следующего года будет добыто 10 миллионов кубометров газа, а пик можно будет увидеть в 2026 году. Сейчас на связь со студией выходит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот те запасы и те объемы, о которых было объявлено при открытии этого самого месторождения, если не ошибаюсь, в 2020 году, только об этом, о том, что обнаружен газ в акватории Черного моря турецкий, сообщили, это значимые для экономики Турции объемы? Ну, судя по всему, там будут какие-то значимые объемы газа добываться. На первом этапе порядка 3-4 миллиардов кубометров газа в год, опотребляет Турция около 60 миллиардов. Дальше обещают рост там до 20-30, и некоторые горячие головы говорят, что это 40 миллиардов кубометров газа в год. Но надо понимать, что между этими заявлениями и амбициями, и тем, что будет на самом деле, может оказаться очень большая дистанция. Потому что очень часто политики или руководители компаний пытаются суперамбициозно заявить, что у них уже вся ситуация разрешена, они нашли новые объемы газа или какого-то другого полезного ископаемого. Потом выясняется, что в полном объеме добывать этот газ не получается, потому что мешает, например, геология, мешает транспорт, мешает наличие альтернативного более дешевого газа и так далее и тому подобное. Сейчас, правда, газ стоит дорого, в принципе, поэтому сейчас даже добыча на сложном месторождении не имеет смысл. Но, например, он все равно газ может оказаться по себестоимости запретительно дорогим по сравнению, например, с возможностью получать более дешевые газы в России. Тем более, что в России с Турцией неплохие отношения устанавливаются в сфере газовой торговли и ободают несколько контрактов. Эти контракты имеют нефтяную привязку, которые делают российский газ для Турции достаточно дешевым, скажем так, в разы уже дешевле, чем, скажем, тот российский газ, который идет в Европу. И в этой ситуации имеет ли смысл вкладываться в собственное месторождение, это большой вопрос. Вообще, в целом, за последние годы... Александр Павлович, простите, я вас прерву, чтобы вот такую прояснить ситуацию. Наши сегодняшние, как вы говорите, вполне приемлемые отношения с Турцией, это, может быть, следствие как раз газовых отношений, зависимости некой Турции от российского газа. И для политического руководства Турции не окажется ли в известный момент наличие своего, пусть подороже, газа, но поводом для того, чтобы эти отношения изменить? Ну, вообще, как правило, считается, даже в теории международных отношений, что чем больше торговля между двумя странами, чем больше инвестиций, тем, значит, меньше вероятность конфликта между ними. Но между Россией и Германией тоже была большая торговля. Даже с Украиной была немалая торговля. И с Украиной была, да, как вы видите, это не может быть там 100% гарантией от того, что конфликт не будет нарастать. Конечно, наличие торговли между Россией и Турцией, в том числе в сфере энергетики, является фактором, который сдерживает теоретические конфликты между Россией и Турцией, которые могут быть там из-за разных сюжетов. Турция продает барактары на Украину из-за Ливии, Сирии и так далее. Но, как бы, идея в том, что Турция, конечно, хочет проводить максимально самостоятельную линию на мировой арене. И, в том числе, конечно, она хотела бы быть независимой или, там, менее зависимой от внешних поставок энергии. Поэтому я и сказал вначале, что добыча будет значимая, но будет ли там, вот, реально 30-40 миллиардов кубометров газа, который закроет, там, половину или две трети потребности Турции, или все останется на уровне, там, 3-4-5 миллиардов кубометров, то это большая интрига. Пока же там не было никаких компаний, скажем, международно признанных, которые туда приходили и делали какую-то экспертизу. Это пока что, ну, скажем, там, амбиции Эрдогана, да, который говорит, у нас все будет свое. Посмотрим. В принципе, за последние годы действительно в Черном море находили, в Черном море, в Восточном Средиземноморье находили активы газа. И в Румынии, и около Кипра, Израиль, Египет. Но далеко не везде эта добыча была рентабельной. Кстати, вот та же самая румына, несколько лет назад обещали, что вообще станут газонезависимой страной, будут активно газ экспортировать. Куда-нибудь там, в Молдавию и так далее. А чему это все, чем кончилось? Румыния опять вернулась к им Португазу, частично мы из России. То есть их черноморские проекты не выстрелили, так как Румыния рассчитывала. Я вот часто не готов сказать, что и турецкие обязательно выстрелят. Хотя вы правы, конечно, даже Даган бы хотел здесь большого успеха для себя и в экономическом смысле, и политическом. Спасибо вам большое за консультацию. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович был с нами на связи. Вести ФМ. Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович